Один шанс на успех и нет права на ошибку. Так проходят все кастинги и прослушивания без исключения. Отборочный этап нового Гродненского проекта «Хочу петь» дал возможность всем маленьким и взрослым попробовать стать настоящими артистами и выйти на большую сцену. Напряжение такое, что его можно чуть ли не потрогать руками, как никак именно здесь и сейчас решается судьба сотен людей как минимум на ближайшие два месяца. Очередь на прослушивание растянулась на весь танцевальный зал, и это только дети. В мыслях у каждого хоть бы все получилось, и я попал в проект. Только вот кто из них переживает больше – родители или сами юные участники? Ну, я просто хожу на вокал, музыкальную школу. Ну, мне захотелось, мама мне сказала, что есть такое, ну вот шоу такое, ну я и захотелось туда пойти. Получить какие-то новые знания, ну, именно по актерскому мастерству и хореографии, так как только, ну то есть на данный момент только вокалом увлекаюсь и танцами, ну, немного. Самое главное – это хорошие призы. Со всей детской наивностью, непосредственностью малыши ждут своей минуты славы, когда зайдут в небольшую комнату и там споют свою лучшую песню. А пока одни пытаются справиться с нарастающим волнением, другие усердно репетируют. А глянись вокруг и увидишь ты небо облака. Я очень волновалась, думала, что, ну, меня взяли все-таки, но я очень волновалась, когда пила. Чтобы видеть, я буду стараться на максималку врубать турбу. Каждый ребенок уникален и каждый ждет от проекта чего-то своего особенного. Безусловно, чаще здесь можно встретить тело, для кого пение занимает огромную часть жизни. Они посещают как минимум дополнительные уроки музыки в школе, как максимум за плечами ни один песенный конкурс. Для меня это как мое любимое увлечение. Я не только пою и играю. Стараться петь хорошо, слушать преподавателя, что он говорит. Есть 10 те ребята, которых принято называть самородками. Для них пение – это то, к чему лежит душа и что нравится делать больше всего. Они пока еще не знают, что такое серьезные репетиции. Неизвестно им и то, что на отработку одного единственного номера можно тратить по несколько часов в день. И так даже не один месяц. И только после этого добиться хорошего результата. Выйти на сцену и спеть, как лучшие мировые певцы. Но те, кто попал в проект «Хочу петь», точно узнают все прелести жизни настоящего артиста. Я хочу участвовать в этом конкурсе, потому что хочу петь. Потому что мне это нравится. Мне это больше всего получается. Ребята по младшему прослушанию воспринимают как некую игру, где нужно всего лишь прийти и спеть. Возможно, именно такой подход облегчает малышам задачу. Что такое дождик? Вот такие люди жили в городе том. А старик угрюмый серый плащ одетый. Продавал там зонтики зимой и летом. Только всем казалось, что сейчас странным это. Кстати, им на кастинге уделяют особое внимание. Ребята, которые музыкой никогда профессионально не занимались, тут же на месте показали, на что они способны и есть ли у них потенциал артиста. А вот с детьми постарше абсолютно другая история. Мало того, что они с трудом нашли в себе силы прийти на кастинг, возможно, первые в своей жизни. И здесь им пришлось показать свой талант перед незнакомым человеком-преподавателем, так ко всему этому добавился пристальный взор видеокамеры. Ситуация напряженная. 15-летней участнице нужно в считанные секунды решить, готова ли она к такому телевизионному проекту. Реши. Ну только просто трезво оценивай, что съемки будут всегда, на всех абсолютно занятиях. И если у тебя спрашивают интервью, ты должна отвечать. У нас телепроект, это формат такой. Сама давай, чтобы это было какое-то решение было. Изнурительное занятие по вокалу, хореографии и актерскому мастерству, которое нельзя пропустить. И фраза «заболел», «устал», «в следующий раз приду» не подходит. И так каждую неделю. Словом, трудиться и переживать за все свои выступления, пусть пока и на репетициях, придется всем, кто попал в проект «Хочу петь». Открывать новые таланты, чтобы давать людям возможность себя проявить. Возможно, это будет ступенькой для дальнейшего развития, для участия в каких-то других телепроектах. Может быть, люди, так сказать, найдут друг друга, будут какими-то дуэтами выступать и так далее. То есть, на самом деле, это очень такой хороший шанс, чтобы найти себя, показать себя и двигаться дальше, развиваться. Все такие радостные, улыбаются. Ну, я уже чувствую, что это будет очень приятное общение. Шел третий час прослушивания в студии народу не становилось меньше. Наоборот, детский караул перед дверями преподавателей сменился взрослым. Теперь здесь напряжение стало сильнее и страхов еще больше. Да, немножко есть волнение, страшно. Вот, я к этому иду очень давно и хочу сказать, что в любом возрасте можно что-то начать заново. Удивлять и поражать своим голосом пришли люди разных профессий, разного возраста и семейного положения. Но всех их объединяет одно – любовь к пению и желание попробовать себя. Когда только ты заходишь, то да, какое-то легкое волнение. А когда ты уже сам начинаешь петь и вообще показываешь свой талант, то да, ты себя чувствуешь легко и как-то уже свободно. Некоторые участники признаются, самое сложное было записаться на кастинг, чтобы в шоу попали только самые достойные. Преподаватели в первую очередь оценивали не столько умение петь, сколько желание попробовать себя в роли настоящего артиста. И среди желающих попасть в проект несложно найти профессионалов. Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, Где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, Кружит у пенистой воды. Такими талантами будущие артисты удивляли преподаватели, что называется, с первых нот. Сказать, что я не хочу победить, это соврать. Многие говорят, что победа не главная. Честно, за всю свою жизнь, со своими данными, я ни разу ни в чем не побеждал, честное слово. Обидно прям. Так что да, хочу. Сказать, что я кого-то считаю своим конкурентом, ну без обид, но я не говорю, что там прям у меня мега уровень, но в первую очередь мы должны здесь сдружиться и просто поддерживать друг друга. То есть, ну, я, например, со своей сферой деятельности мне очень важны знакомства с людьми, которые умеют петь, которые хорошо умеют петь, и которые не боятся публичных выступлений. Для каждого это возможность не только стать участником телевизионного проекта, но и быть замеченным профессиональными педагогами. Быть может, все это не ради большой сцены и славы заграничной, а только для себя. Доказать самому себе, что ты можешь прийти и победить. И найти в себе силы, признаются участники, это и есть самое важное и самое сложное во всем проекте. Самое главное, что семья меня как-то так поднастроила, говорит, вперед, ты, говорит, ты сможешь. А кто ж не волнуется? Все волнуются, да? Не, конечно, волнение есть, потому что, ну, смотрю, как люди выходят радостные, значит, там ничего такого страшного нет, там не кусаются, да. Я хочу, во-первых, поучаствовать в новом для себя проекте. То есть это всегда интересно, раскрывать свои новые стороны и таланты, даже про которые может быть известно, неизвестно. Но вот своим примером хочу людям тоже показать, что не бойтесь совершать то, что кажется вам глупым, может быть, несмелым. То есть идите смело и делайте то, что вы хотите, к чему у вас лежит душа и что хочет ваше сердце. Именно с таких прослушиваний и проектов делается первый шаг на пути к самореализации и развитию. Все, кто еще вчера только мечтал петь за пределами своего дома, теперь начинающие настоящие артисты. Так как у меня большой опыт уже, я могу найти подход и к маленькому, и к большому. И для меня не существует как бы разницы, потому что ребенок – это ребенок, у него свой мир, у взрослого свой мир. То есть, так как я люблю свою профессию, я думаю, что для меня нету разницы, какой возраст у кого. Старание нужно отложить. Здесь нужно быть естественным и просто трудиться. С этих минут жизни каждого уже участника проекта «Хочу петь» кардинально изменилась. Они сделали большое усилие над собой и огромный шаг вперед. Ведь кто знает, вдруг в этих стенах сейчас находится тот, у кого позже исполнится мечта, и он станет лучшим мировым артистом. Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце, я умею быть сильной. Телеканал «Гродно плюс» будет следить за всем происходящим прямо на площадке проекта «Хочу петь» и предоткрывать все тайные переживания участников. Каждую неделю в новом выпуске программы «Хочу петь» дневники проекта вас ждет все самое интересное со съемочной площадки.